Привет, мои биатлонные друзья! Мы сегодня запускаем очередной выпуск нашей программы «Штрафные 150 на двоих» и с нами замечательный белорусский обозреватель биатлона, лидер-журналист Руслан Васильев, с которым мы будем обсуждать все актуальные события нынешней недели. Но прежде всего хотелось сказать об итогах Кубка СБР, прошедшего в Уфе при участии сильнейших российских и белорусских биатлонистов. В общем-то, соревнования получились очень интересными, вызвали большой интерес не только в России и у наших болельщиков, которые могли смотреть, но и за рубежом. В частности, мне писал один из венгерских болельщиков о том, что действительно следил за происходящим в Уфе с большим вниманием, чем за тем, что творится на Кубке мира, но и остался в полном восторге о том, как наши спортсмены соревновались. И какие бы ни были там определенные проблемы с лыжами у наших биатлонистов и так далее, здорово, что местные болельщики поддерживали белорусов как своих, и когда стреляли они на последнем рубеже, действительно издавали правильные звуки. Ну и кроме того, наши руководители уже обсуждают не только день сегодняшний, но и день грядущий. Виктор Майгуров, президент СБР, провел встречу с вице-президентом Белорусской Федерации Биатлона Кузнецовым. Я бы хотел спросить Руслана, чем, собственно, эта встреча закончилась и каким выводом они пришли. Ну, прежде всего, здравствуйте. Если уж ты сказал о том, что тебе писали болельщики или даже болельщики из Венгрии, которые смотрели за соревнованиями из Уфы, я скажу, что Венгрия – это ого-го. Это, между прочим, одни из тех, кто сотрясали Европу в конце IX-го, начале X-го века. Они наводили подлинный ужас. И пока они не приняли христианство, то есть злее, чем венгерские бойцы, никого нельзя было найти так, что они знают толки в сопротивлении и во вкусе боя. Ну, и ты же, как любитель романа Гашика про прохождение бравого солдата Швейка, ты же помнишь, что и на его страницах уделено немало мадьярам. Ну, конечно, я прекрасно помню бой чешского сапера Водички с мадьярами и, собственно, к чему это все привело. Ну, к аресту Швейка – это как обычно, то есть ничем другим там и не заканчивалось. Вот, ну, что касается, во-первых, соревнований, я сразу так скажу, скользь пока, что это мы еще обсудим, наверное, чуть-чуть позже, об уровне соревнований в Уфер и о том даже ажиотаже. Что я, когда слушал стенания российских тренеров и спортсменов по поводу отсутствия самых-самых боевых лыж, я невольно предполагал, что сейчас уже аж лифт на машине заговорят. Что было дежурной темой, по-моему, в прошлом сезоне, когда все поражения списывались на недостаток этого агрегата. Так что там действительно была интрига и соревновались все с открытым забралом, что было очень приятно, особенно при такой зрительской поддержке, доброжелательной и дружеской. Что касается переговоров, ну, какие итоги? Ну, прежде всего я хочу отметить, что все, что я знаю, это честно, это пресс-релиз, который опубликовал СБР о том, что достигнуто некое понимание о том, что будут развиваться структуры соревнований, там календаристы согласовываются и все такое прочее. Подробности неизвестны, потому как, ну, наши руководители это точно молчуны, и они бы понравились группенфюреру Мюллеру из фильма «17 мгновений весны», когда, помнишь, актер броневой, он признавался, что я люблю молчунов, все проживая Штирлица. Так вот наши Цибульский, Андреан, Кузнецов и Игорь Николаевич, это типичные Штирлица. То есть они молчуны, пока никакой информации, по-моему, от них не было, по крайней мере, я с ней не встречался. Но тут главное, что вот, ты знаешь, а о чем можно договориться? Вот я вдруг задался вопрос, не у вас же в июне выборы? Опять избирается президент СБР, новый исполком и все такое прочее. Так как, так говорится, я вообще не понимаю, зачем вы это все проводите? Ну вот смотри, год назад, подожди, да, во время кобидного кризиса, не год, а два года назад, во время вот начала кобидного кризиса, чемпионат мира по хоккею не состоялся в Швейцарии. И что сделал и Хафе, Рене Фазеле? Его полномочия автоматически продлили на год по форс-мажорному обстоятельству, правильно? И он спокойно, ну то есть он как, хоть и хотел уйти уже на пенсию, но он все принял как должно и отработал этот год. Насколько успешно, ну у нас свое мнение по тому, как он у нас отобрал чемпионат мира, отдав все в Ригу, но в принципе вот такая практика, мне кажется, она самая нужная сейчас. Сейчас экстренная ситуация, форс-мажор, поэтому я предлагал бы вам продлить полномочия Майгурова и его команды как минимум на год и не валять дурака с этими выборами. Ситуация-то форс-мажорная? Я полностью согласен как бы с твоим предложением, я считаю, что в нынешней форс-мажорной ситуации не нужно проводить какие-то внутренние разборки, как сейчас начнут тягать делегатов из одного конца в другой, использовать свои рычаги влияния и так далее. Но, кстати, я замечу, что Майгуров как раз в публичном поле менее активен, чем Нуждов, который уже заявляет о том, что там у меня есть определенная стратегия, как вывести биатлон на новый уровень, который приглашает высказываться в свою поддержку, ну прямо скажу, сбитых летчиков, таких как Владимир Драчев, Юрий Кашкаров, оба, кстати, имеющие отношение к белорусскому биатлону, и оба, находящиеся сейчас не у дел, вдруг начинают высказывать словословие. Подожди, я перебью тебя, напомню, какое отношение имеет к нам Барнашов? Кашкаров, Кашкаров. Нет, ну Кашкаров понятно. Барнашов ничего не высказывался пока, пока он ничего не высказывался, и, в общем-то. Ну вот, и со стороны Майгурова таких высказываний пока нет, и со стороны его команды. И я думаю, что они как раз сейчас занимаются непосредственно работой, в том числе с международными федерациями и так далее. Плюс к тому, у меня сейчас есть тоже интересная информация о том, что избрание, возможно, избрание нуждого, как известно, полковник, бывшего полковника ФСБ, может встретить достаточно негативную реакцию в рядах IBU. И, насколько известно, это и со стороны первого вице-президента этой организации, и со стороны многих членов исполкома. А с IBU-шниками мы давно контактируем, и примерно я представляю, что эта информация, она, скажем так, достаточно объективна. И в этом плане тоже неизвестно, чем это все может закончиться для нас. Я хочу сказать, ты не делай из меня сторонника Нождорова, потому что, в принципе, я поддерживаю, ну как, ну, опосредованность, естественно, Майгурова. Но вот на этом противостоянии с IBU Нождорова может набрать дополнительных вестов сейчас. Ну, и тем более он действительно активен, ведь он был в Уфе, да? Да. Вот я разделяю тоже недоумение Дмитрия Гонберниева, который сказал, ну, а почему-то переговоры Майгуров-Кузнецов прошли в Москве, а не в Уфе, а именно на Кубке России. Вот это странно, то есть, ну, вот, ну, мне кажется, однозначно, что вам, ну, не хочу опять-таки, чтобы это выглядело как некая рекомендация. Ну, по-моему, мне, и мне это абсурдно, сейчас, в нынешней ситуации, когда РФСБР отстранена, как и белорусская, приостановлено ее членство в Международном союзе бианклонистов, прообводить выборы, по-моему, это неразумно, тем более, что если бы команда Майгурова и он сам бы полностью бы прообвалились, как это было в случае Драчова, но ведь этого же нету, команда успешно выступила на Олимпиаде, я думаю, что очень многих, удивив теми выступлениями, теми медальными приобретениями, которые она сделала в сложнейших, в сложнейших просто погодных условиях, там, Джанзику, где плюс пять от Москвы и Минска, часовой поезд, где этот ветер, где этот холод, постоянно меняющаяся ситуация, ну, какие причины, вот, вы, оказываетесь, сейчас нет доверия Майгурову, лично я не понимаю, эти выборы нужно вам все-таки переносить на гадо, как в случае, нет, тем более, это известный инструмент, вот я же говорил про хоккейную и хафе, да, ну, так пользуются, так делают. Да, я согласен с этим полностью, но я думаю, что кроме господина Нуждова никому эти выборы не нужны, и я надеюсь, что будет хотя бы какое-то понимание стороны высшего спортивного руководства в лице Министерства спорта, в лице Олимпийского комитета, которое повлияет на эту ситуацию, если не содействием перевыбором Майгурова на четыре года, то хотя бы тем, чтобы эту тему отложить. С этим я полностью согласен, но я надеюсь, что Виктор Викторович приедет в Тюмень вместе со своей командой, и, собственно, там ожидается у нас и тренерский совет, и заседание совета СБР, и, собственно, подведение итогов отчетная конференция, где, собственно, будут изложены все итоги работы за эти два года. Ну, а в Тюмени мы также ждем интереснейших соревнований между российскими и белорусскими биатлонистами, это еще и чемпионат России, где у нас будет и усиление команды в лице Ульяны Кайшева и Максима Цветкова, Екатерина Юрлова также попробует свои силы на этих стартах. Младшая или старшая? Или младшая еще рано? Ну, старшая пока. То есть трехлетняя, там сколько ее дочери? Три или четыре годика? Слышь, а по поводу белорусов, у вас, я так понимаю, минус Олимбекова и Смольский, будет ли кто-то в плюсе или будут ли другие минусы? Ну, посмотрим. То есть пока понятно было еще до Уфы, что и Динара Олимбекова, и Антон Смольский, и Ирина Лещенко, они выступят в Уфе и после этого вернутся назад в Раубичи. Ну, Олимбекова рассказывала еще сразу после возвращения домой, ну, когда вот нас не пустили на Кубок мира, что нужно заняться реабилитацией, это действительно необходимо. У Лещенко тоже накопились наверняка и усталость, и болячки. Ну, а Смольский-то весь сезон вообще пробегал с потенциальной травмой коленного сустава, и, естественно, ему необходимо серьезно полечиться в эти месяцы, чтобы в мае приступить к полноценной подготовке. Но зато вся остальная команда, та, что выступала в Уфе, она уже в Тюмени. Она уже в Тюмени, где и проведет сбор, тренировочный сбор перед участием в чемпионате России. Подъедет ли кто-нибудь еще, ну, поживем, увидим. Вот я знаю, что, по крайней мере, места в отеле бронировались и для Бочарникова. Чуть ли не сегодня должен был заехать. Заехал или нет, пока не знаю. Ну, и для Анны Соло уже ближе, практически впритык к стартам. Ну, посмотрим, как там и что будет. Но, в принципе, самое главное, что я не ожидал, что мы сразу поедем в Тюмень. Оказывается, мы так подстроили наш клан, что из Уфы мы перебрались в Тюмень. Ну, это логистически верно. Там же тоже тот же часовой пояс, и чтобы не дергаться туда-сюда. Я скажу так. Но все-таки большой перерыв. Да, единственное, большой перерыв. Но, с другой стороны, инфраструктура Тюмени позволяет поддерживать форму, готовиться к соревнованиям, проводить тренировки, даже в большей степени, чем инфраструктура Уфы. Я скажу, если бы соревнования в Тюмени и Уфы шли друг за другом, то я бы поехал непосредственно и в Уфу, и потом оттуда поехал бы поездом в Тюмень. Но брать два самолета туда-обратно, туда-обратно, все-таки слишком накладно, поэтому я выбрал чемпионат России. Ну, а в Тюмени, собственно, отработал нормальную повестку наш спецкорс, с которым я познакомился еще на чемпионате Европы в Уфе в 2009 году. Видишь, как хорошо заводить полезные знакомства. Ну, а что касается результатов Уфы, то, разумеется, мы ими довольны. Мы довольны тем, как показали себя наши ребята, наши три молодых лидера сборной. И если Смольский уже все всем доказал на тех же играх, Джанзиков, где стал серебряным призером на 20-ке, а до этого успешно выступая на этапах Кубка мира, то, например, Никита Лобастов, да, для него старты в Уфе, они, может быть, и даже под значимыми, ну, одни из самых значимых в карьере. То есть он, во-первых, он убедил себя в том, что он конкурентоспособен, и причем и в личных домках, а не только как участник эстафеты, допустим, ее стартер, да. Ну, а во-вторых, ты знаешь, что я помню, как когда начинала Дарья Домрачева, да, ну, естественно, ее очень много было путаницы, как ставить ударение в ее фамилии, и ее постоянно называли Домрачева. Ну, так же, как Долобастов. Это ее заодевало и обижало, да. И я, мне кажется, даже, я когда-то выдвинул такую идею, что вот отсутствие взаимопонимания ее с Королькевичем, оно во многом объяснялось тем, что Владимир Борисович то ли специально, то ли просто не мог запомнить, что она Домрачева, а не Домрачева. Он постоянно ее называл Домрачева, Домрачева. И вот, ну, это как версия, да. Так вот, и Лобастова, естественно, все называли часто Лобастовым. Но зато теперь я уже версии его неправильной постановки ударения в его фамилии не слышал. Никита Лобастов. И это уже запомнили все. И это уже утверждение человека как спортсмена, который заслуживает уважения и от которого многого можно ожидать. Что касается наших женских выступлений, то я бы отметил, как очень зло боролась для себя Ирина Олещенко, которую несколько сезонов как раз-таки можно было немного попрекать за то, что она как бы не получается, но и не получается. Вот идет черная полоса, она идет, 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 идет. И нет никаких особых трепыханий для того, чтобы ее прерывать. Вот выполняет она свою достаточно качественную работу в эстафетном квартете, ну и хорошо. Но здесь она в Уфе показала то, что она еще в порядке, то, что она может гоняться, потому что трасса в Уфе не очень ей подходит. То есть ей больше, если бы эти горки были бы, пускай бы одна, но очень крутая, как та же стена в Хонте-Лахте, ей бы маленькая, это было бы все гораздо лучше. Но тем не менее ее выступление очень понравилось. Ну Динара Лебекова, я считаю, доказала свой класс. При этом нужно отметить, что в отличие от мужской команды, наши женщины уже перешли вроде бы как на режим доигровки, ну то есть откровенной закатки сезона. И поэтому их выступление могло быть и таким, и другим. Но Лебекова показала свой класс. Она и выиграла гонку, и стала, как обычно, четвертой, и вборолась и стала пятой. В общем, это было приключение, это было интересно смотреть. Она хорошо, я как понимаю, общалась и с российскими журналистами, она и мирилась кое-кое с кем, и заводила новые профессиональные контакты. Я думаю, что Лебекова молодец, и она свою задачу выполнила на 100%. Ну, я согласен с этим полностью. И приятно, кстати, что и молодежь ваша выступала в лице той же Ковалевской. То есть, я так понимаю, совсем молодая девчонка, которая еще 20 лет. Тулатин Иван выступал, да. То есть это тоже одна из наших надежд. Вот, поэтому это хорошо. И у нас тоже молодые ребята выступают, потихоньку подтягиваются. Ждем в Тюмени еще, может быть, подтянутся лучшее среди юниоров. Мы тут юниоров не видели, а у нас там есть хороший парень, Александр Корнев, 2001 года рождения, который по своему возрасту показывает лучшую скорость. Он взял кубок IBU, кстати, юниорский в этом году. И, может быть, надеемся, что вот он и другие сильные ребята подъедут в Тюмени. Потому что у них параллельно проходило в Ханты-Мансийске свое первенство. И там, в связи с проведением паралимпийских игр, которые, кстати, и для россиян, и для белорусов, сжали программу. В итоге они индивидуалку, и Мастарта и эстафету бежали за три дня. Но будем смотреть, как будет дальше. А вот, кстати, сейчас мне приходит информация о происходящем на Кубке мира. Мы пока записываем, они там бегают. Но уже как бы вдали от нас. И вот я скажу так основные результаты, что Кири Лекхов выиграла спринт. И это ее вторая победа в этом сезоне с одним промахом. Второе место заняла Лиза Тереза Хаузер. А замкнула тройку лучших Марта Улсберойселот, которая, судя по этой гонке, обеспечила себе большой хрустальный глобус. Потому что вот Эльвира Эберг заняла только 17 место. И она сделала три промаха на лёжке, которые ее, собственно, и лишили шансов бороться дальше. То есть, Светка капнула, да? Да, да, получается вот так. Но, с другой стороны, Улсберой взяла этот кубок, и она сказала, что неизвестно, будет ли дальше продолжать выступать. Вот что ты думаешь об этом? Знаешь, вот те мысли, которые меня переполняют, когда я слышу или фамилию Улсберой, или фамилию Ройселанд, они не являются цензурными. Поэтому что-то меня переполняет, но сказать я не могу. По крайней мере, ты же знаешь моё отношение к этой самой больной биатлонистке мира. Мне кажется, что ей нужно соревноваться с паралимпийцами, если она такая больная. Поэтому ничего другого я не сказать не могу. То есть, Хантем-Антикс, стадион имени Александра Филипенко, Хвойны Урман и так далее. Думаю, да. Думаю, да. Вот там она может... Вот там ей было бы место по результатам той отрицательной селекции, которую проводят в Норлике. Потому что, ну, шутки с шутками, но искать специально расположенных к заболеваниям детей и приводить их в спорт, якобы, ну, как бы формулируя о том, что это их вылечит, при том, что идёт постоянный приём лекарственных средств. Ну, это иезуитство, и это вообще бесстыдство на самом деле. Ну, ясно. Ну, что... А Эхов не уходит? Эхов, ну, пока нет, пока не заявляла об этом. Может быть, будет выступать до Турина ещё. Хотя они в службе одного года, им уже 30 перевалило, четвёртый десяток пошёл. Но уходит Юхау, вот, ну, ей побольше. И она, может быть, будет бегать в какие-то марафоны там. Знаешь, я скажу так, что Юхаук, ну, она... Её излабливали же, да? Вот. И Юхаук не уходит, она убегает. Она убегает из большого спорта, потому как, боюсь, что там тоже не всё в порядке. Но это да. Но опять-таки это догадки. На этом, я думаю, будем мы с вами прощаться. Обязательно будем подробнейшим образом освещать соревнования в Тюмени. Итоги Кубка Мира подведём в понедельник. Уже я это, собственно, сделаю. Вот. А вы подписывайтесь на наш канал и обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал. И вот ссылка и на мой Телеграм, и на Телеграм Руслана будет в описании к этому ролику и в первом комментарии. Да, референт Рай – это мой Телеграм-канал, а штрафные 150 – это Александр. Но ещё, конечно, мы как-то как фигуру молчания ставили, что прошёл этот исполком таки вчера. Да, но как-то поздно состоялись. Ну, то есть всё ожидаемо, наше членство приостановлено. Но мне кажется, что ничего другого ожидать было, во-первых, нельзя, точнее, неправильно было бы ожидать. Во-вторых, то, что принимается в биатлоне в марте, в середине марта, оно очень слабо пока коррелируется с тем, что будет в конце ноября, когда начнётся следующий сезон, а в третьих поживём и увидим, как всё будет дальше. Ну, пока решение принято до Конгресса, то есть ещё Конгресс будет принимать. Я думаю, что, конечно, всё это будет зависеть от геополитической обстановки в мире. Ну, и ещё от того, насколько мы будем стойкими и насколько мы будем верить в свою звезду. Это самое главное. Поэтому верьте в свою звезду, подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok